Пару примеров людей, которые служили благословением, как мы с вами прочитали, в немощи я силен, один из них это мой папа. Я помню, когда он уже еле-еле ходил, он болел, от этой болезни потом и умер. Я помню, как он звонил некоторым людям, я был свидетель разговора, там кто-то кашлял, и он звонил, спрашивал, как у тебя здоровье? И люди говорили, Виталий Иванович, вы что, в вашем состоянии? Вы спрашиваете, как мой кашель? Да вы что? Вы понимаете, какое вот это вот соль, влияние, какое оно оказывало на людей, которые были в нормальном состоянии? И я помню, как он, кто в церкви давно, он говорил последнюю проповедь, последнюю, вот здесь стоял на кафедре, и он сказал, я самый счастливый человек. Вы понимаете, такие слова, это, по-моему, было за четыре, пять дней до его смерти, но никто не скажет, это нелогично, никто не может это сказать, нормальный человек, человек, он это не скажет. Это невозможно без благодати, это невозможно без вот этой внутренней силы, внутреннего другого измерения взгляда, сами мы не можем, это не психологические какие-то тренинги, трюки, это только действие Божьей благодати, которое так нас внутри преображает, так мы смотрим на жизнь по-другому. Друзья, как хочется вот такого уровня нам достигать. Я вам свидетельствовал об одном человеке, его зовут Дэвид Гиббс, эту фотографию вы сейчас увидите, и вы сможете его посмотреть, свидетельство на русском языке в Ютубе. Он рассказывает о своей маме, которая была в один день парализована, у нее не работали ни руки, ни ноги, и даже шею она не могла поворачивать. И вот она рассказывает, он рассказывает историю, как этот Дэвид, как он обижался на Бога, как он встретился первый раз с мамой, после того, когда он ее два года не видел, у нее был там гепатит, менингит позвоночный, и у нее, друзья, первый вопрос, который был у Давида, что Бог, как ты мог это сделать, как ты мог это допустить? И мама не могла повернуть шею даже. И Давид возмущался и говорил, Боже, ты забрал у нее руки, ты забрал у нее ноги, ну хотя бы шею ты ей оставил. Но это мама посмотрела, и он рассказывает вот эту историю, и говорит, вы знаете, что родители могут читать наши лица. Я помню, в детстве нам мама говорила, ты обманываешь. А я говорю, я нет, я не обманываю. Мы там что-то натворили, там убрали как-то, знаете, как мы убрали, все в шкаф запихали, и встали так, чтобы двери держали, чтобы не открывались как бы. А мама инспекцию делает. И она говорит, я вижу, ты обманываешь. А мы говорим, нет. А потом, я помню, один раз пришел к маме, я говорю, мама, скажи, а как ты знаешь? А родители же, они же по глазам читают детей. Точно так же и здесь. Давид рассказывает и говорит, что мама ему говорит, Давид, не вздумай даже думать, не вздумай думать о том, роптать на Бога. Все содействует ко благу. Ну какое благо? Ну какое? Ну расскажите, люди, помогите мне, я не справляюсь. Но это только люди, которые имеют отношение с Богом. Вот эта вот сила Божья внутри, она делает людей вот такими необыкновенными, красивыми, даже в немощи. И дальше, друзья, я помню, он рассказывает, что когда у них была семейная молитва, и папа провел собрание, по очереди все помолились, рассказали свои нужды, и мама говорит, помолитесь, пожалуйста, обо мне, чтобы я могла что-то сделать для Бога полезное. И снова Давид говорит, у меня на лице написано, it's impossible. На лице написано, это невозможно. Мамочка, ну каман, ну мамочка дорогая, слава Богу, что ты уже дома с нами. Это нереально. Но мама попросила, знаете же, все-таки жалко. И они молятся, они молятся этой молитвой. Дальше проходит некоторое время, приходит, приезжает один миссионер в их город, открывает церковь, встретился с мамой, и они пообщались, и мама спрашивает у него, чем я могу вам помочь. Я думаю, миссионер, наверное, растерялся от такого вопроса. Тут с руками и с ногами не помогает, а тут сидит человек на коляске и предлагает помощь свою. Но он говорит, у нас будет начинаться воскресная школа, если бы вы не против, можно было бы с детьми помочь. Он уехал, хорошая была беседа, встреча, дальше мама смотрит на Давида, а Давида, вы знаете, снова реакция, да, мама, it's impossible, мама, ну каман, ты уже и так молодец, мама, за то, что у тебя такие вопросы, такие желания, ты уже, мамочка, молодец. Но мама не останавливается, говорит, нет, Давид, мы будем помогать, мы будем участвовать, мы будем служить, я хочу быть полезной. Но мама не ходит, мама руками не работает. И дальше, они ходили пару недель, или сколько, в эту церковь, детей нету, это новое начало. Мама говорит, нужно детей свозить с города, нужны автобусы. Она снова, Давид, иди сюда, давай, будем искать. А Давид говорит, мама, у нас есть две проблемы. Первое, у нас нету автобусов. А второе, у нас нету денег. Мама говорит, Давид, ты полностью прав. Ты так четко ориентируешься в ситуации, вот почему нам нужно найти эти автобусы. Они узнали, что есть компания в городе, куда они едут вместе с мамой, в компанию, которая арендует автобусы. Задумка этой женщины, чтобы свозить детей в церковь, в воскресную школу. Когда они приезжают в ту компанию, мама же, это все коляска, это же понимаете, это все не просто зайти и выйти с машины. Она вдруг падает на парковке, в этой компании. И она начинает от боли стонать. Говорит сыночек, дай мне здесь полежать, дай мне здесь время. Сын отворачивается, начинает плакать. Потом вытирает слезы и говорит, мама, поехали домой. Мама, ты уже так много сделала. То, что ты попробовала, это уже подвиг. Мама вздыхает, говорит, нет, сынок, вставай, пойдем. Пойдем в эту компанию. Думаешь, мама, ну, мама, ну, зачем тебе это? Ведь у тебя все поймут, все простят в твоей немощи, и даже Бог. Ну, зачем? Ты идешь на это. Заезжает, завозит у нее на коляске в эту компанию. И женщина это обращается к этой секретарше, говорит, мне нужен автобус. А она ей отвечает, вы имеете в виду, вы хотите взять в аренду? Она говорит, нет, мне нужен автобус бесплатно. Она говорит, извините, у нас как бы так не работает. Но я, говорит, могу спросить у нашего менеджера, вице-президента. Он говорит, хорошо, спросите. Она звонит и говорит вице-президенту, тут есть одна женщина, которая говорит, что ей нужен автобус и бесплатно. Вице-президент сказал, скажите ей, пусть уходит. А секретарша говорит, вы сами ей это скажите. Она на коляске здесь, она даже не ходит. Вице-президент спускается в этот офис и говорит, женщина, давайте не будем тратить время. У нас как бы, мы понимаем друг друга. Для того, чтобы это работало, вам нужны деньги. Когда они у вас будут, вы сможете вернуться и взять тогда автобус и возить ваших детей. Давид начинает уже маму вывозить. А мама говорит, нет, стоп. Спрашивает у него, слушай, ты хозяин этих автобусов? Он говорит, нет. Он говорит, тогда позови мне хозяина этих автобусов.